здравствуйте дорогие мои телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема на даче это ветер ветер такой что сдувает ничего невозможно вот смотрите на кого и похоже но сегодняшняя тема вообще-то розы и не просто розы а розы канадские среди многих видов роз канадские розы занимает особое место считается что они достаточно морозостойкие ну более чем морозостойкие потому что температуру которой они могут перенести она колеблется от минус 34 до минус 40 градусов это очень хорошо но при всем при этом канадские розы в первые там два года хотя бы укрывать придется укрывать как я умею это делать и вы это видели это сахарный мешок но сегодня хочу показать что вот если температура зимой такой не было злобный да и при большом количестве снежного покрова это было где-то вот так розы в принципе зимуют даже без укрытия самое страшное если бы осенью когда еще снега не нападала да и вы забыли как-то там на земелькой чем-то там присыпать их около корневую зону конечно они могут пострадать но два года потом они привыкают настолько что не боятся в принципе ничего вот обратите внимание на этот куст смотрите эта роза стояла неукрытая количество почек у нее просто превосходит все ожидания каждый побег вот видите из каждой почки разовьется побег и каждый побег будет нести не один цветок а целую кисть цветов причем канадские розы настолько уникальны что они очень хорошо восстанавливают сами себя цветут беспрестанно и цветы которые вот у них такими прям знаете шапками по несколько десятков цветов в этой шапке они могут свести месяц и более и практически такие розы они их и не сбрасывают пока не отрежешь как только вы отрезали эту цветущую кисть тут же развиваются побеги которые ниже находятся и также выбрасывают цветочной кисти если правильно формировать куст то вы получите исключительное зрелище у меня в руках конечно розы обратите внимание какая красота и не просто розы это знаете такие цветы которые не доставляют хлопот цветут долгие долгие годы очень оригинальная их высота может быть от метра до трех метров там где край немножко теплее чем у нас сибири до трех метров совершенно нормальное явление и цветов на них столько что честно сказать сердце просто от радости прыгает и если вы все-таки захотите приобрести такие розы то пожалуйста наберите на сайте горшинка точка ру и вы увидите насколько огромен и разнообразен ассортимент этих канадских роз и не просто огромен и разнообразен уж поверьте мне что очень быстро и очень бережно их упакуют и пришлют вам хочу вам показать такую розу которая растет у меня уже много лет вот посмотрите она проснулась обрезана на 50 сантиметров потому что она высокая она проснулась сколько у нее побегов каждый побег закончится шапкой цветов и это роза на зиму практически не укрывается температурный режим минусовой который выдерживает канадская роза от минус 34 до минус 40 градусов если с укрытием то гораздо ниже я желаю чтобы на каждом участке такие розы были обязательно и еще хочу сказать что канадские роз розы очень хороши они практически беспроблемные украшения любого сада но кормить их обязательно есть такое жидкое удобрение для розы хоризонтем пожалуйста пользуйтесь тем что для них придумала чтобы потом придумано и чтобы потом не жаловаться что вот у меня розы там плохо цветут вот они а когда вы будете высаживать вот подобные до канадки они мощные кусты их по три вряд ли можно посадить это будет вот такой кустяра поэтому вы помните что доломитовая мука косная мука это обязательно супер фосфат это обязательно полное комплексное цветочное удобрение вы перегной очень старые это все не возбраняется вот тогда роза будет чувствовать себя хорошо и цвести будет долгие долгие годы но на этом закончу всего доброго вам и до свидания до свидания